Всем привет! Вы на канале ТопАрмия. Установка нового гиперзвукового оружия на российские истребители пятого поколения Су-57 представляет серьезную опасность для обороны США. Такие данные были приведены американскими военными аналитиками. Некоторое время назад в российских СМИ была обнародована информация, согласно которой на истребителях Су-57 начали тестироваться прототипы гиперзвуковых ракет воздушного базирования. По словам экспертов американского издания The National Interest, эта новость вызвала определенные вопросы в США. У России уже есть гиперзвуковая ракета воздушного базирования, задаются вопросом американские аналитики. Замеченные на Су-57 ракеты характеризуются как компактное оружие класса воздух-земля, предназначенное для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также пусковых установок крылатых и баллистических ракет. Если выводы российских СМИ оказались верны, то Россия первый в мире получит самолет пятого поколения, работающий с гиперзвуковой ракетой класса воздух-земля. Авторы National Interest констатировали, что выводы многих американских экспертов также подтверждают наличие у России гиперзвуковых ракет воздушного базирования. Они обращают внимание на авиационную баллистическую ракетную систему Кинжал, которую планируется использовать на перехватчиках МиГ-31. Гиперзвуковое оружие, запускаемое реактивными истребителями, станет новой угрозой для обороны США. Реальность такова, что от него чрезвычайно сложно защититься, сообщили обозреватели National Interest. Межконтинентальное гиперзвуковое оружие может преодолевать беспрецедентные расстояния за считанные минуты. Если установить эти ракеты на быстро маневрирующие малозаметные истребители, то у противника останется еще меньше времени на атаку. Самолеты пятого поколения способны подбираться максимально близко к цели, создавая непредвиденные сложности для обороняющейся стороны. А на этом все. Вы были на канале ТОПАРМИ. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok